Мы получили письменные предложения украинской делегации, как я понимаю, согласованные с руководством Украины, которые сводятся к следующему, вкратце. Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса. Дальше дается перечень государств-гарантов, гарантирующих безопасность Украины. Эти гарантии безопасности не распространяются на территорию Крыма и Севастополя. То есть Украина отказывается от стремления вернуть Крым-Севастополь военным путем и заявляет о том, что это возможно только путем переговоров, дипломатических и так далее. Конечно, это не соответствует никак нашей позиции, но Украина сформулировала свой подход. А также не распространяется на ту часть Украины, которую она называет отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Что такое эти отдельные районы, формулирует Украина отдельно, и какова площадь этих отдельных районов. Россия формулирует так, как она это понимает. Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны Российская Федерация не возражает против стремления Украины вступить в Европейский союз. Далее довольно подробно прописываются статусы, что должны делать государства-гаранты, так как Украина становится нейтральным, неблоковым государством. Прописывается порядок вступления в действие договора, порядок его временного применения, порядок изменения законодательства и правовых документов Украины в соответствии с Конституцией Украины, ну и еще раз подчеркивается, что спорные вопросы между Россией и Украиной по Крыму и Севастополю решаются только путем двусторонних переговоров. Также Украина просит...